Каракульскому ягненку Шкурки ягнят Украсят гардеробы ценителей моды, готовых выложить сотни долларов за роскошный каракулевый мех. Его массовое производство начинается в марте. Если родиной шелка считается Китай, то каракуля город Бухара, точнее ее пустынные окраины. Пустынные пастбища Узбекистана занимают половину территории страны – более 20 миллионов гектаров. Здесь самые большие перепады температуры – от плюс 50 летом до минус 30 зимой. Это белая соль, которую местные называют белой смертью, которая уничтожает целые гектары пахотных земель, с которыми фермеры никак не могут побороться. Соляные бури из Аральского моря стали чаще напоминать о, кажется, уже забытой экологической катастрофе в этом неблагоприятном регионе с новой силой. В бескрайней пустыне могут обитать только самые выносливые животные, питающиеся дикими злаками и кустарниками. Среди них и каракульские овцы. Узурджон, потомственный пастух, говорит, каракульская овца – это чудо природы. Она неприхотлива, пьет даже соленую воду, хорошо переносит жару и холод. Главная особенность каракуля – это мех. Славится своей красотой и уникальными узорами. Это и привлекает всех. Родиной этой овцы считается каракульский район. Отсюда и название породы. Утверждает, что эта порода была выведена здесь сотни лет назад еще арабскими завоевателями. С тех времен шкурки возили на запад через Иран и Астрахань. Поэтому бухарский каракуль еще часто называют персидским и астраханским. Сезон ягнения каракуля начинается весной. Это март и апрель. Узурджон живет в маленьком домике, стоящем, можно сказать, посреди пустыни. Пока он пасет свою атару, жена и старшие дети заняты хозяйством. Здесь же, в сарае, они забивают ягнят. Когда овца донашивает последнего ягненка, за две недели до родов ее забивают. Нерожденный плод извлекают и разделывают. Именно мех этого нерожденного ягненка здесь называют каракульча. Это и есть самый ценный сорт каракуля. Семья Миржона – потомственные кожевники в Бухаре. В год через этот небольшой цех проходят сотни тысяч каракулевых шкурок. Здесь около 30 тысяч есть. 30 тысяч нет? Да. И это только вы в начале сезона? Ну, за этот сезон, да. Вот так. Это новые, да? Новые, новые все, да. Чтобы драгоценные шкурки доставить до рынков, нужно пролить немало овечьей крови. Здесь убрано или нет? Сейчас посмотрим. Производственная цепочка начинается с сарая, где производится первичная обработка каракуля. Начало работы начинается вот с этого. Вот барашка резет, да, режет и вот так солит. Каждую шкурку обильно посыпают крупной солью и оставляют на неделю. За это время кровь и жир выщелачиваются. Затем шкурки помещаем в этот баркас, замачиваем в пшеничной муке для того, чтобы очистить шкурку. Здесь используют старинные технологии. Заквашивают шкурки в бочках. После очистки начинается процесс откатки в барабане с опилками. Шкурки помещаем сюда. Опилки и резины смягчают шкурки. Завершается дубление на шлифовальном станке. На все это уходит примерно две недели. Почистите шкурки. В послевоенные годы узбекистанский каракуль составлял почти 40% всего экспорта советских мехов. Производство достигло пика в 70-е годы, когда в мире продаже каракуля уступала только норке. В далеких 70-х, 80-х, когда еще было модно носить меха натуральные, гламурный журнал выглядели так. Сегодня, конечно, это уже не мода. Да, спрос есть. Сейчас еще плюс развивается. Экспортируют изделия в основном в Россию. Там по-прежнему для армии шьют папахи и воротники из каракуля. Ну, завиток у него как фосфор, блеск дает. Антик, да. Да, это дорогое. Антик? Да. Это называется антик? Да, вот одна шкурка 200-300 долларов стоит. Вот эта шкурка. Военные шапки делает, воротники делает. Тищи баранов, два тисячи баранов ежи, они рождаются, от них один барашка выходит такой. Она вообще ценится. Вот сам Рамзан Кадырев одевает такой. Вот, вот такой. Вот, как горит. Отличается? На солнце другой цвет, на тенечке другой цвет. Рафшан торгует каракулевыми изделиями в туристическом центре Бухары. Он сам шьет и задает моду в этом. Все-таки мода и есть, да, сейчас на каракуле? Да, вот я сам одеваю, вот. Теплая? Да. Это уже комбинированный этот, новый модель. Тоже шапка нерожденная. Дорогая, 400 тысяч стоит. Хулиганка называется. Почему? Это еще из всех советских? Да, да, да. Восьмиклинка? Восьмиклинка, да, правильно. До сих пор носят восьмиклинки, да? Да. Ну, да, из материала восьмиклинки были, драп, такие материали. А вот сейчас мы шкурками делаем необычные, да, интересные. Любят, да? Любители есть такие шапки. Одевают же. Те, которые еще девяностыми живут. Да. Стоимость самого меха, как и готового изделия, зависит от завитков кудряшек на шкурке. Гладкие симметричные узоры увеличивает стоимость вещи. Редкие экземпляры могут стоить до 2000 долларов. Это дорогая вещь уже выходит. Нерожденные шкурки вот эти. Дорогая вещь это. И сколько такая стоит? Это где-то 5 миллионов, 6 миллионов выходит, да? Ну, вот здесь 4 миллиона, 3 миллиона наверху. А почему ценится каракль, как вы считаете? Почему он популярный? Это уже сколько лет, наверное, да, ценится. Потому что экологически он чистый сам. Такой не искусственный. Прослуживает? Наверное, да. 25 лет даже он прослуживает. Есть один день. После одного дня его режут. Есть еще 3-4 дня. Вот 3-4 дня он уже завиток бывает, открывается. А это один день он. Еще есть нерожденные. Вот это у нас вот нерожденные. Он сам по себе уже виден. Он гладкий. Да, вообще гладкий. Завитка нету. Из-за этого он ценится. Из-за этого ценится, да. И плюс того, что он еще не будет линять. Или он будет линяется. Нет, не будет. Вообще не линяется. И сколько будет стоить такая шуба? Эта шуба у нас стоит... Наши суммами 8 миллионов. А в долларах? В долларах 800. 800, да. А это? А это 600. Вот это 600. Саадат работает над особым заказом. Это будет подарок важному человеку в Туркменистане. Возможно, этот чапан будет... Подарок, да, кому-нибудь. Будущий чапан Бердемухамедов. Наверное. Или, может, подарок кому-нибудь. Вот у нас вот здесь ушло почти 20 штук этих шкурок. Вот у нас сверху кожа, вот эта, мизра. А это каракуль внизу. Они вот так хотят. А в других шубах мы делаем вот это сверху бывает. Мизра внизу. А почему они так решили? Ну, у них, наверное, так одевают, чтобы вот это потеплее было, чтобы ворс внутри был. А шкура сверху, мизра. Так, наверное, даже практично, да? Да. На изготовление одной шубки уходит от 15 до 30 шкурок. Самое сложное в процессе производства – подобрать рисунок и цвет каракуля. Есть где-то вот 150 и больше цвета. Вот его подбирается по цветку, по завитку, по волосу. Шафтоликуль перский цветок называется. Это оксур. Тоже рыбристая. Так, этот жакет. Тоже жакет называется. Это рыбристый, тонкий, шоколадный цвет. То есть я из меха, из кожи перешила все, что можно было. То есть абсолютно все. Я не знаю, резали, вышивали, красили, плели, вязали. Все вот. И у меня какой-то такой ступор настал. И тут, слава богу, подвернулся войлок. И как-то я как-то в войлок ушла. А сейчас с тряпки очень сильно ушла. Дина Сайфи – известная в Узбекистане дизайнер национальной одежды. Когда-то занималась каракулем, пока это не вышло из моды. Говорит, впервые падение спроса на мех во всем мире произошло в 90-е. Тогда же распавшиеся крупные каракулеводческие хозяйства превратились в мелкие кооперативы. Это был вопрос статуса. То есть к какому-то определенному возрасту у тебя должна была быть каракулевая шуба. Просто это вот, это как бы то, что ты уже человек состоявшийся. И это не только в Узбекистане. Да, возможно, да, по всему Союзу. Ну, как бы тенденции по всему Союзу я плохо знаю, но в Узбекистане это именно вопрос статуса. То сейчас, я же говорю, может быть, модели какие-то не очень интересные, устаревшие. Ну, они должны быть более современными. А вот то, что сейчас шьют, в основном, мне кажется, это больше уже на сегмент за 50-60. То есть вот эти вот трапециевидные шубы такие большие, такие с этими вот пушистыми воротниками. Потом есть еще такой момент, что вот мода в Ташкенте, например, в столице, отличается от моды в областях. В начале 2000-х мода на каракуль в мире ненадолго возвратилась. Но сейчас это больше локальный интерес, уверена Дина. Ведь каракуль – это едва ли не национальный бренд Узбекистана. А каракуль не исчезнет, несмотря на то, что есть тенденции отказа от натуральных каких-то… Все равно какой-то маленький сегмент останется. И потом любая мода циклична. Сейчас циклы очень быстро сменяются. Ну, максимум пять лет. Мы не знаем, что будет через пять лет. Но если вот эти пять лет вложить не в то, что как бы… Мы сидим сейчас на самом деле на наследии Советского Союза. Сами мы туда ничего не вкладываем. Есть в Узбекистане и противники ношения натуральных мехов. Это защитники природы и человека. Они говорят, убийство беременного животного, уже готового к окоту – далеко не гуманные процедуры. Ну, наверное, во-первых, это все-таки мировые тенденции по поводу того, что люди отказываются от натуральных мехов. То есть это сейчас такая идет кампания в интернете и в печатных каких-то изданиях, и везде по всему миру, что это аморально. Что если, например, мы носим кожу и мутон, предположим, то это сырье все равно надо перерабатывать. То есть мы едим мясо, там, корову или барашка, от этого остаются шкуры, их надо перерабатывать. То есть законченный цикл производства, да. А вот какие-то длинноворстные меха, например, там, норка, соболь, тот же самый каракуль или каракульча. То есть это однозначно то, что выращивается только для меха. И это как бы считается аморальным, но, наверное, это действительно все-таки аморально. И я думаю, что это в какой-то степени захватило. И каракуль, наверное, тоже. Вам не жалко барашка? Ну, мы это же не видим, как их режут, что. Нам это шкурки привозят. Но мы это не видим, не знаем. Ну, конечно, жалко маленьких. Превращение сырой шкурки в обработанную кожу – процесс весьма неприглядный. Здесь говорят, когда впервые берешь в руку шкурку, испытываешь жалость. А когда это уже проделываешь в сотый раз, привыкаешь. Не жалко вам ягнят маленьких? Резать? Не, резать. Тут вопрос не стоит, жалко нам или не жалко. Как бы вам сказать, такая судьба у ягнят. Фермер Узурджон рассказывает, ради меха убивают только слабых самцов. В основном на вторые или третьи сутки после их рождения. Иначе мелкие завитки их шерсти размотаются и огрубеют. Обычно овцы здесь же и рожают ягнят. Но мы их здесь не режем. Крошечные ягняты используются целиком. Мясо прямиком попадает на прилавки. Килограмм стоит 65 тысяч сумм. Это почти 7 долларов. Одна туша весит килограммов 5. Их хорошо берут. Мягкое, сочное мясо. Ягненок питался только молоком матери. Новорожденный ягненок – это настоящий деликатес бухарской кухни. В каждом крупном ресторане или кафе его готовят по особому рецепту. Каракулевый – это тысячелетнее у нас было. Шубы эти готовили. Когда еще у нас Эмир Алимхан был, Ахатхан был. Традиционное, да, традиционное это осталось блюдо. Раскрывать сейчас он будет. Тут у нас мариновать будет. Потом мы в духовке будем его готовить. Теперь, что у нас сейчас же процесс, это весна же сейчас у нас. Это, как говорится, молочный этот, как вам сказать, сезонный деликатес. И еще, как говорится, мусульман этим у нас часто употребляет. Обычно это делается у нас только весной. Он еще, как говорится, он рожден, и сразу он к нам попадает. Каждый день заказывает. Язычок есть, и у нас вот голова, и тут есть у нас мозги. Вот оно отваривается, мозги мы выносим. Тут мы добавляем потом специи разные. И как он деликатесный идет у нас. Сезонное блюдо называется «Запеченная барача». Двухкилограммовая туша – самое дорогое блюдо в меню. Стоит 25-30 долларов. В основном заказывают мужчины. Двухкилограммовая туша – это козлёнок, и он очень хочет с нами уехать. Козылкумская пустыня и ее каракули кормят десятки тысяч человек, делая обитаемыми эти бескрайние засушливые земли. В начале марта на фермах время забоя. Так было всегда на протяжении многих веков. И сегодня Узбекистан, как и прежде, остается одним из лидеров по производству каракуля в мире наравне с Афганистаном и Африканской Намибией, ежегодно экспортируя в разные страны сотни тысяч этих ценных шкурок. Ведь на мировом рынке каракуль все еще востребован. Сезон каракуля продержится до начала лета. Потом, когда тут выгорит трава, жара заставит Узурджона пасти свою атару по ночам. Заниматься разведением животных в этой пустыне непросто. Афганистан Субтитры создавал DimaTorzok